И к другим темам. Чуть больше недели назад Волгодонск впервые присоединился к ежегодной всероссийской акции и написал тотальный диктант. Участие в проверке грамотности у нас приняли несколько десятков человек, но и накануне стали известны результаты. Есть ли в Волгодонске отличники и каков процент двоечников, узнавала Анастасия Дубас. В актовом зале Витиньяуми Фит царит интрига, ведь все присутствующие пришли не только за тем, чтобы забрать свои работы и увидеть допущенные ошибки, но и за тем, чтобы узнать имя отличника. Анастасия Филоненко – единственная участница тотального диктанта в Волгодонске, которой все-таки удалось обойти все подводные камни, расставленные автором текста Диной Рубиной, и получить пятерку, а вместе с ней и приз – почетный символ акции «Тотальный диктант». Сама Анастасия признается, в своих силах была уверена, но на пять не рассчитывала максимум на твердую четверку. В школе мне всегда говорили, что у меня врожденная грамотность, и что правил я особо не знаю. Вообще не знаю их формулировку, но как-то по интуиции расстановка запятых для меня легко дается. А по морфографии он не был сложным, я считаю, очень, довольно легкий. Ну, это была самая первая работа. Мы проверяли, начинали проверять работу все совместно, чтобы разобраться в тонкостях. Работа досталась мне, это студентка нашего факультета машиностроения и строительства четвертого курса. И единственная была ошибка – она не услышала интонационно знак вопроса. Но одна пунктационная ошибка допустима для пятерки. Организаторы «Тотального диктанта» обещают, Волгодонск присоединится к акции и в следующем году тоже. Однако, основываясь на уже имеющемся опыте, будет проще избежать допущенных ошибок. К примеру, занятий «Русский по пятницам», которых в городе прошло только три, должно быть больше, уверены филологи и преподаватели. Тогда и положительных оценок будет больше. Новосибирск, как родоначальник этой акции, они проводят занятия, начиная с октября, ну, крайний срок – это с ноября месяца. И они ведутся каждую неделю. И, конечно, за это время можно более качественно подготовиться к диктанту. А по поводу проверки, если мне не изменяет память, было шесть четверок или там и шестнадцать троек. Это я точно помню одна пятерка из 133 работ. Хотелось бы, конечно, чтобы в следующем году пришло больше людей, чтобы людей больше заинтересовалось самой акцией. И в следующем году, конечно же, мы присоединимся, ждем всех желающих. На «Русский по пятницам» мы носим тотальный диктант. По окончании церемонии награждения единственной отличницы акции «Тотальный диктант» присутствующие смогли забрать свои работы и сертификаты участников.